Добрый вечер, дорогие коллеги! Я доктор Антон Родионов. Сегодня мы поговорим с вами о новостях Европейского конгресса кардиологов 2022. Конечно, конгресс – это большое мероприятие, насыщенное научной программой, где представляют и клинические рекомендации, и новые исследования. И, разумеется, невозможно объять необъятного и всю четырехдневную повестку конгресса уложить в наше полуторачасовое мероприятие. Поэтому сегодня мы с вами обсудим основные ключевые клинические исследования. Надо сказать, что в этом году не было каких-то сверхъестественно прорывных исследований, которые кардинальным образом поменяют нашу программу, которые обычно встречаются, а такое бывает где-то раз в 4-5 лет, которые встречаются аплодисментами, рукоплесканиями, овациями. Но, тем не менее, когда я готовил эту программу, то мне показалось, что некоторые исследования, несмотря на их, скажем так, может быть, скромный вклад в науку, тем не менее, они имеют практический смысл, они имеют практическое значение, и они могут заставить нас где-то задуматься, где-то и поменять нашу практику. Я, как всегда, жду ваших вопросов, я постараюсь на них ответить, честно скажу, постараюсь, потому что, возможно, что вопросы будут очень глубокие, возможно, я не смогу ответить на вопрос о соотношении блондинок и брюнеток в конкретном исследовании, но я постараюсь ответить на вопросы. В конце на последнем слайде будет моя электронная почта, и если кто-то интересуется первоисточниками, если кому-то нужны слайды или ссылки на публикации, то я, конечно же, с удовольствием, как всегда, вам все материалы пришлю. Итак, поехали. Начинаем мы, как всегда, с первичной профилактики, с самого простого, а что может быть проще в кардиологии, чем артериальная гипертензия. И мне, конечно, как человеку, занимающемуся много лет вопросами артериальной гипертензии, мне в этом году было очень больно, обидно и печально, что гипертония и гипертонзиология уже стала заниматься вот такими вещами и обсуждать на полном серьезе, когда лучше пить таблетки утром или вечером. Но в самом деле в мире гипертонии ничего практически кардинально нового не происходит, даже в резистентной гипертонии, даже в ренальной денервации. Вы помните, прошлые годы обсуждали целевое артериальное давление, но вот сейчас дошли до обсуждения вопроса, когда лучше принимать таблетки утром или вечером. Ну, на самом деле вопрос практический и вопрос непраздный, ведь, наверное, многие, кто следит за новостями, кто следит за нашими мероприятиями, наверное, многие слышали идею лучше принимать таблетки вечером. Нам говорили, ингибиторы АПФ и сортаны лучше работают при вечернем приеме. Пару лет назад была очень нашумевшая публикация, правда, ее авторов обвиняли в тенденциозности и притягивании за уши некоторых данных, что все надо принимать вечером, и там кривые расходились прям чудовищно. Ну, вот это еще одно исследование, независимое исследование, которое было призвано ответить на этот вопрос. Конечно, мы с вами понимаем, что работая с реальным пациентом, мы пытаемся подстроиться под его какие-то особенности. Есть овердиперы, есть, наоборот, найтпикеры, есть пациенты, которым мы назначаем препараты два раза в день, но, тем не менее, давайте все-таки вспомним среднестатистического гипертоника, может быть, молодого гипертоника, начинающего гипертоника, который готов принимать одну таблетку в день. Пусть это будет комбинированный препарат, двух-трехкомпонентный препарат, но, тем не менее, это будет одна таблетка в день. Итак, цель исследования. Отличаются ли по влиянию на прогноз на конечные точки утренний и вечерний прием препаратов? Как вы видите, первичная конечная точка, традиционная, композитная, инфаркт, инсульт, сердечно-сосудистая смерть. Большое исследование, 20 тысяч пациентов включено. Надо сказать, что исследование было децентрализованное, то есть это не то, что были какие-то клиники, какие-то центры. Здесь каждый врач общей практики мог включить в исследование своего пациента, а дальше пациент сам передавал через портал, через сайт информацию. Поэтому то, что анализировали авторы исследований, это было домашнее исследование, домашнее измерение артериального давления, то есть самоконтроль артериального давления. Ну и пациентов, конечно, помимо значения давления, просили сообщать о всех приятных и неприятных событиях, и в том числе, кстати, о приверженности. Сразу обратите внимание, что приверженность к утреннему приему была гораздо выше, что, в общем-то, неудивительно, потому что, на мой взгляд, тоже утром принимать таблетки проще. Следующий промежуточный результат исследования был просто потрясающий. Ученые выяснили, что если пить таблетки вечером, то давление больше снижается утром. Если пить таблетки утром, то давление больше снижается вечером. Ну, согласитесь, для этого вряд ли стоило проводить исследование на 20 тысяч человек. Но, тем не менее, самые интересные результаты на слайде. По конечным точкам, с точки зрения прогноза, за 5 лет, вы видите, здесь в основном, в основном массив пациентов наблюдали 5 лет, никаких различий не было ни при утреннем, ни при вечернем приеме, как по составной конечной точке, так и по отдельным ее частям. Ни по инсультам, ни по инфарктам, ни по смерти сердечно-сосудистой, общей смертности. Поэтому принимать таблетки можно когда угодно. Иногда, когда мы рекомендуем пациентам вечерний прием препаратов, мы опасаемся, собственно, логично опасаемся ночной гипотонии. Чем плоха ночная гипотония? Если пациент ночью соберется, скажем, в туалет, он может упасть и сломать себе что-нибудь, что неприятно в результате гипотонии. Так вот, по падениям и переломам различий в группе утреннего и вечернего приема не было. Итак, вот такие вот выводы. Утренний и вечерний прием препаратов одинаково безопасны. Да, надо сказать, что там были не тяжелые пациенты. Это были не тяжелые гипертоники, это нерезистентная гипертония. Это чаще, как я сказал, такие начинающие пациенты, получающие от одного до трех препаратов. Вечерний прием антигипертонизмных препаратов не улучшает сердечно-сосудистый прогноз, вопреки имеющемуся мнению. Вечерний прием препаратов безопасен, а вот приверженность к утреннему приему выше. Поэтому в сухом остатке назначайте препараты, когда удобно пациенту, в зависимости от его суточного профиля. Никаких различий в плане прогноза здесь, скорее всего, не будет. Второе исследование тоже кажется достаточно простым, и может показаться, что результаты его очевидными, но, тем не менее, оно, как мне кажется, тоже имеет важное практическое значение. Исследование SECURE – применение полипила или полипилюли, как вам больше нравится, какой перевод вам больше нравится, или фиксированной комбинации для вторичной профилактики у пожилых пациентов. Так, большое исследование. 2,5 тысячи пациентов с перенесенным инфарктом миокарда в возрасте старше 65 лет. Причем для того, чтобы увеличить количество конечных точек, пациентов сделали еще более тяжелыми. То есть, помимо инфаркта миокарда, нужно было иметь что-то еще. Либо повторный инфаркт, либо сахарный диабет, либо ревоскулиризацию и так далее. В основной группе пациенты получали фиксированную комбинацию трех действующих веществ. Это был аспирин, это был аторвостатин в дозе либо 20, либо 40 мг, но чаще 40, понятно, что больных после инфаркта надо лечить высокой дозой. И это был ремеприл в дозе от 2,5 до 10 мг в зависимости от артериального давления. В одной таблетке фиксированная комбинация. В контрольной группе это были не те же препараты по разуму. Это была обычная терапия. То есть пациенты могли принимать все, что угодно, что им назначил врач для лечения после инфаркта миокарда. Как вы понимаете, наверное, во всем мире все нормальные врачи, они, конечно, обязательно назначат больному, в принципе, те же компоненты. Обязательно будет аспирин, обязательно будет статин в высокой дозе, обязательно будет блокатор ренин ангиотензиновой системы. Поэтому это полипилюля против стандартной обычной терапии. Первичная, конечная точка, как всегда, это составная точка сердечно-сосудистых исходов. И вот результаты. Результаты совершенно потрясающие. Минус 24% в пользу полипилюли. То есть прием трех действующих веществ – аспирин, ремеприл, аторвостатин в одной таблетке – оказался с точки зрения прогноза гораздо достоверно лучше, чем обычная какая-то терапия, которая, скорее всего, состояла из тех же комбинаций. Различия достоверные как по суммарной точке, так и по отдельным ее компонентам, в частности, сердечно-сосудистая смерть и инфаркт миокарда. Ну и, естественно, собственно, ради чего это все затевалось, показатели приверженности, конечно, приверженность к приему одной таблетки была гораздо выше и через полгода, и через два года. Ну вот это забавная картиночка, причем ее довольно сложно комментировать, и сами авторы публикации, они так как-то аккуратно сказали, в общем, так получилось, что несмотря на различия исходов, разницы по показателям давления и ЛНП, особенно-то и не было. Ну да и ладно, в конце концов, нас больше волнуют твердые конечные точки, поэтому, на мой взгляд, это очень неплохое, очень полезное исследование, которое, опять же, повышает актуальность применения полипилюль, а они сейчас появляются, сейчас есть эти полипилы и антигипертензивные, там трех, скоро будет четырех компонент антигипертензивные препараты, и антигипертензивные препараты в фиксированной комбинации со статинами, ну вот с антиагрегантами, по-моему, еще пока нет, но думаю, что будет. Чем меньше таблеток в горсти у пациента, тем меньше приверженность. Частота побочных эффектов не различалась, поэтому, как говорится, ждите на всех экранах появления полипилов, на что я очень надеюсь. Вот такие первые два, казалось бы, очень простых, но в то же время достаточно практических исследований. Ну, теперь от простых вещей перейдем к высокой науке и поговорим об исследовании перспектива. На первый взгляд исследование довольно странное. Это влияние известного хорошо препарата под названием суккубитрилволсартан на когнитивную функцию у пациентов с сердечной недостаточностью сохраненной фракцией выброса. Ну, казалось бы, почему вдруг пришла в голову идея изучать суккубитрилволсартан, известный препарат для лечения сердечной недостаточности, на когнитивную функцию? Ну, наверное, скажете вы, лечение сердечной недостаточности приводит к увеличению сердечных, сказать, каких-то индексов, к улучшению кровотока в головном мозге, улучшению когнитивной функции. Нет, оказывается, дело совсем в другом. Суккубитрил, как известно, это ингибитор непрелизина, а непрелизин – это фермент, который обеспечивает деградацию натриолитического пептида, собственно, ради чего это все и затевается, то есть блокируя непрелизин, мы тем самым задерживаем натриолитический пептид, а я напомню, что натриолитический пептид, он хороший, это антидот ренино-ангиотензиновой системы. Но оказывается, что непрелизин также участвует в деградации бета-амилоида, а вот накопление бета-амилоида, как считается, может быть причиной болезни Альцгеймера. Но, кстати, вот тоже, когда я готовил эту презентацию и показывал, обкатывал ее на студентах, обсуждал это со своими студентами, то мне студенты нашли очень интересную информацию, что вроде бы амилоидная теория болезни Альцгеймера, это фальсификация, вот есть целая статья, она на английском языке, достаточно большая, что это серия публикаций сфальсифицированных для того, чтобы получить гранты на эти исследования, на самом деле амилоид не имеет никакого отношения к болезни Альцгеймера. Ну, может быть, кстати, и так. Но, так или иначе, вернемся к исследованию перспективы, вопрос, не усугубляет ли блокада Неприлезина когнитивное нарушение. И фактически ответ на этот вопрос в одной картинке. Значит, естественно, что конечные точки там были, это индексы когнитивной дисфункции, вот это вот COG-State Global Condition Score, то есть это индекс по специальному, это даже не опросник, это специальный тест, вот там, обратите внимание, с правой стороны, там пальчик, который карты перелистывает. Это не случайно, это не значит, что пациенты или врачи играли в пасьянс, это вот такой тест, там, на запоминание в том числе карт, там та же карта, другая карта. Короче говоря, это специальная компьютерная программа, которая оценивает когнитивный статус. Так вот, на фоне применения сукобитрил-волсортана, в контрольной группе был чистый волсортан, влияние на когнитивную дисфункцию, на когнитивную функцию, как хотите, не было. Ни в одну, ни в другую сторону. Так что мы можем совершенно спокойно выдохнуть и знать, что сукобитрил-волсортан, он количество ума не прибавляет, но и не уменьшает. В всяком случае, этот вопрос, наверное, можно считать закрытым. Следующее исследование, которое, на первый взгляд, не имеет отношения к нам непосредственно, когда мы садимся в наши кабинеты на врачебный прием, но, с другой стороны, оно все-таки показалось мне очень интересно. Исследование Данкафс – датское исследование сердечно-сосудистого скрининга. Вообще, скажу вам честно, что я, как практический врач, ни организатор здравоохранения, ни эпидемиолог, я всегда к большим популяционным исследованиям отношусь. Очень прохладно. Знаете, мне как-то, когда пациентов в исследовании больше, чем стоит кружка пива, мне как-то очень тяжело. Большие цифры, они меня расстраивают. Но это исследование, тем не менее, меня очень заинтересовало. Потому что мы с вами часто участвуем во всевозможных скрининговых программах, нам периодически подкидывают какие-то новые нацпроекты, нас заставляют скринировать пациента, там углубленный скрининг после ковида и так далее. Давайте смотреть, что сделали датчане. Итак, датчане взяли 46 тысяч мужчин в возрасте от 65 до 74 лет и разделили их на две группы. Одну группу пригласили на скрининг, вторую оставили в качестве контроля. Ну, естественно, мужчины старше 65 лет – это те, у кого высока вероятность обнаружить прежде всего атеросклероз во всех его проявлениях, ну и какие-то другие заболевания, там гипертония, диабет, фибрилляцию предсердия. И вот этим пациентам провели очень хороший, такой очень классный, очень остроумный, я бы сказал, скрининг атеросклероза. В чем он заключался? Это была бесконтрастная низкодозовая компьютерная томография, то есть это не визуализация коронарных артерий, а это определение коронарного кальция. Тут же снимали ЭКГ, которое позволяло выявить в том числе фибрилляцию предсердий. При той же компьютерной томографии можно было увидеть расширение аорты подвздошных бедренных артерий, то есть аневризмы. Измеряли артериальное давление на четырех конечностях, таким образом получали информацию как, собственно, об артериальном давлении, так и, как вы понимаете, оценивали плечелодыжечный индекс. Соответственно, что могло указывать изменение этого индекса, могло указывать либо на атеросклероз сосудов ног, либо на атеросклероз сосудов верхних конечностей, там чаще стеноза подключичной артерии. Кроме того, смотрели в крови сахар и холестерин. Вот такой вот хороший, очень доброкачественный, очень добросовестный скрининг. Для чего это все делалось? Ну, естественно, если выявляли какие-то признаки атеросклероза, то пациентам назначали аспирин, назначали аторвостатин. Если выявляли аневризмы, направляли к хирургу. Если выявляли фибрилляцию предсердий, назначали антикоагулянты, делали их кардиографию, выявляли гипертонию, гиперхолестериномию, сахарный диабет, направляли к врачу общей практики. Первичная конечная точка – общая смертность. Как вы понимаете, любой скрининг, он имеет смысл, если в конце этого скрининга люди живут дольше. То есть основная цель – это снижение общей смертности. Вторичные и конечные точки – это наши сердечно-сосудистые осложнения. Итак, да, что это были за пациенты? Обычные пациенты, обычная популяция. Как вы видите, четверть пациентов уже принимала аспирин, процентов 9 принимала антикоагулянты. То есть надо понимать, что у них уже была фибрилляция предсердий. Треть пациентов получали статины, половина были гипертониками, 12-13 процентов лечились от сахарного диабета. То есть, короче говоря, обычная такая очень репрезентативная популяция пациентов 65+. Итак, смотрим, что получилось. Общая смертность не меняется. Смотрите, казалось бы, такой красивый скрининг. Выявляют дополнительно и атеросклероз, и, возможно, там гипертония, диабет, гиперхолестериномия. Общая смертность не меняется. Но это во всей группе. Когда разделили эту группу, а там же 10 лет взято, 65-69, 70-74. Когда всю эту популяцию разделили еще пополам, то оказалось, что скрининг выстрелил, скажем так, в группе более молодой, 65-69 лет, и не выстрелил в группе 70-75. Это, строго говоря, такой субанализ, это разделение, поэтому формальное исследование считается негативным, но, тем не менее, наверное, можно сказать, что более молодым пациентам, то есть 65-70 лет, действительно проведение такого скрининга показано. Лучше результаты в отношении инсульта, хуже в отношении инфаркта, и посмотрите, как интересно. Вновь назначенная терапия. То есть сразу резко взлетает частота назначения аспирина, прежде всего, и статинов. И, кстати, практически не меняется частота назначения антикогулянтов, гипотензивных и противодиабетических средств. О чем это говорит? Это говорит о хорошей работе первичного звена. То есть все те, кто страдал уже к моменту включения фибрилляции предсердия, гипертонии и сахарным диабетом, все они об этом знали, и все они уже свою терапию получали. Поэтому, как вы понимаете, здесь не вполне это исследование, оно, его можно переложить на нашу землю. Ну, естественно, возникает вопрос, если мы сразу большому количеству людей назначаем аспирин, не приводит ли это к повышению риска кровотечения? Не приводит, что тоже хорошо. Поэтому формально, когда показывают это исследование одним абстрактом, одним кадром, говорят, что это негативное исследование, что фактически мы не получили результаты по общей смертности, но увеличили количество лекарственных препаратов. Но, тем не менее, конечно, если читать исследование внимательно, если читать его даже не между строк, а просто вглядываться в детали, то возможная польза скрининга в отдельной возрастной группе она все-таки есть. Конечно, еще раз повторю, что исследования такого рода их нельзя напрямую перекладывать на нашу популяцию. У нас другие больные, они по-другому исходно лечатся. Но, на мой взгляд, работа очень интересная. И, может быть, когда-нибудь что-нибудь подобное, оно будет и на нашей земле. Следующее исследование касается пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью. Исследование, как мне кажется, тоже будет иметь, ну, как минимум, отражение в клинических рекомендациях следующего пересмотра. И очень может быть, что оно приведет к модификации нашей клинической практики. Итак, ацеттозоламид при декомпенсации сердечной недостаточности с перегрузкой объема. Все прекрасно знают, что лечение отечного синдрома при сердечной недостаточности – это в основном петлевые диуретики. Во всяком случае, так говорят клинические рекомендации. И то же самое говорит нам наша практика. Назначай фурусимид, назначай турусимид в той дозе, которая будет достаточна для диуреза. Ну, и когда-то в рекомендациях, да, собственно, и в последних рекомендациях, тоже там где-то аккуратненько, видите, там 2АБ написано. Ну, может быть, комбинируйте петлевые диуретики с тиозидными. А раньше, кстати, в старых рекомендациях было написано, тоже так между строк, про ацеттозоламид. Ну, я напомню, что ацеттозоламид – это очень старый диуретик. В России он носит название «Диакарб». Если вдруг кто-то не помнит МНН, скорее всего, такие люди есть, то вы, конечно же, знаете его такое стандартное торговое название «Диакарб». Это препарат из группы ингибиторов карбангидразы. Обычно вспоминают, что он уменьшает внутричерепное давление. Ну, и некоторые знают, кто особенно в теме, что этот препарат используют для профилактики горной болезни. Альпинисты, восходители пытаются таким образом компенсировать дефект акклиматизации. Но вернемся к сердечной недостаточности. Петлевые диуретики, то есть фуросимид, туросимид, как известно, они работают на уровне дистальной части петли Генли, тогда как абсорбция натрия происходит в основном проксимально. Так вот, ингибитор карбангидразы ацеттозоламид, он как раз работает на уровне проксимальных извитых канальцев. Итак, исследование «Одвор» – характеристика пациентов. Рандомизированные исследования. Стандарт терапии – это фуросимид. То есть, естественно, все пациенты получают терапию петлевыми диуретиками. Там либо фуросимид, либо эквивалентная тоза торосимид. Половина пациентов дополнительно получает ацеттозоламид для усиления диуретического эффекта петлевых диуретиков. Группа контроля – ацеттозоламид не получает. Но пока я это все рассказывал, вы можете в деталях посмотреть на экране. Критерии включения, критерии не включения. То есть, в двух словах, это были тяжелые пациенты с именно застойной, с отечной сердечной недостаточностью, как оценивали отеки, сейчас покажу. Не включали пациентов, которые принимали глифлозины. Ну, поскольку глифлозины сами по себе обладают гипотензивным диуретическим действием, плюс препараты новые, видимо, когда начинали это исследование, еще глифлозины не были стандартом лечения. Не включали больных с тяжелой гипотонии почечной недостаточностью. Конечная точка. Здесь речь шла не о прогнозе. Как мы знаем, диуретики на прогноз влияют постольку поскольку. Здесь речь шла о ликвидации застоя. Я в данном случае перевел дословно декангестия. То есть, в данном случае конгешен – это застоя. То есть, декангестия – это ликвидация застоя. Вот при помощи такой шкалы оценивали застой. Три переменной отеки, плевральный выпад, асцит. Соответственно, либо отсутствие этого – ноль. Успешная декангестия – это успешный результат. Если это отеки, то небольшие отеки. То есть, постозность, небольшие отеки. Отеки до голени, отеки до колена. И асцит и плевральный выпад можно спунктировать, нельзя спунктировать. То есть, вот такие вот градации. Четыре градации. Да, конечная точка. Сейчас я вернусь на секунду. Конечная точка, успешная декангестия в течение трех дней. Это первичная конечная точка. Смотрите, какой прекрасный результат. Прекраснейший. То есть, фактически, какая разница между ацетозоламидом и плацебо? На 46%. И NNT, я очень люблю этот показатель, число больных, которых нужно пролечить, чтобы получить одно событие. Всего-навсего 8,5. То есть, 8 человек нужно пролечить для того, чтобы через 3 дня у одного пациента полностью ушел застой. И то же самое при выписке из стационара. Опять же, разница в 27%, при числе больных, которых нужно пролечить, 6. Поэтому я думаю, что в данном случае это несомненный успех. И вот этот старый препарат, который мы используем очень редко, но про который мы, естественно, знаем, думаю, что он войдет в новые стандарты лечения сердечной недостаточности. Именно отечные, именно застойные, настоящие застойные сердечные недостаточности. Обратите внимание, что показатели безопасности, они совершенно не различаются в двух группах. Поэтому вывод такой, дополнение, добавление ацетозоламида 500 мг внутривенно к стандартной терапии внутривенными диуретиками, увеличивает успешность разгрузки пациента до конгестия на 46%. Я единственное, конечно, скажу, что в России внутривенного ацетозоламида, внутривенного диокарба нет. Поэтому, по-видимому, нам придется делать что-то с таблетками. Но таблетки, слава богу, есть, и стоят они очень недорого. Работает это во всех группах, и безопасность этого вмешательства довольно высокая. Вот такой замечательный результат. Очень коротко об исследовании Данфлю. Год за годом кардиологи интересуются ролью вакцинации против гриппа в судьбе сердечно-сосудистых пациентов. Я напомню, что в прошлом году один из хот-лайнов был посвящен вакцинации против гриппа у пациентов с инфарктом миокарда. И результаты были очень хорошие. То есть больные с инфарктом миокарда, которых вакцинировали против гриппа, они имели лучший прогноз. В данном случае речь даже не о том, вакцинировать или не вакцинировать. Это сравнительное влияние высокой дозы и низкой дозы четырехвалентной вакцины против гриппа на тяжелые сердечно-сосудистые исходы у пожилых людей. Повторюсь, это не сравнение вакцинированных с невакцинированными. У нас с вами чаще всего идут дискуссии, надо ли прививаться от гриппа или не надо, надо ли прививать от гриппа наших родителей, наших бабушек и дедушек или не надо. Здесь вопрос, какой дозой возраст 65-79 лет. То есть это люди, которые, естественно, уязвимы в плане сердечно-сосудистых заболеваний, люди, у которых высока вероятность осложнений гриппа. Итак, это опять Дания, сезон 21-22, 12,5 тысяч пациентов. Ну вот здесь должна быть барабанная дробь, ведь я специально затягиваю, тяну время для того, чтобы вы впечатлились результатами исследования. Практически в два раза меньше общая смертность. Дорогие коллеги, вот посмотрите, пожалуйста, еще раз на этот график. И во всяком случае, я думаю, что каждый из нас, каждый из вас сможет ответить на вопрос, нужно ли вакцинироваться против гриппа и нужно ли вакцинировать против гриппа своих пожилых родственников. Пожалуйста, как говорится, сделайте это прямо сейчас. Четырехвалентная вакцина против гриппа, она доступна сейчас практически везде. Это вопрос, реально вопрос жизни. Движемся дальше. И следующая тема для обсуждения. Черескожные коронарные вмешательства при ишемической дисфункции левого желудочка. О чем идет речь? Нужно ли ревоскулиризировать больных с сердечной недостаточностью ишемической природы? Если посмотреть на рекомендации по ревоскулиризации, то мы можем с вами увидеть, что для аортокоронарного шунтирования в европейских рекомендациях стоит уровень 1, 1b. Действительно, по-моему, в 2007 году было исследование по АКШ у этих пациентов. А что касается чрезкожного коронарного вмешательства, то там скромно стоит уровень 2ac, то есть мнение экспертов. Ну, да, идея стентировать пациента с сердечной недостаточностью, она, в общем, витает в воздухе, особенно если у этого пациента есть жизнеспособные миокарты. Итак, в исследование включали пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью. Обратите внимание, исходно фракции выброса левого желудочка меньше 35%. Обширное поражение коронарного русла, то есть несколько вовлеченных бассейнов. Естественно, как вы понимаете, ревоскулиоризировать рубец смысла нет, поэтому проводили тем или иным способом оценку жизнеспособного миокарда, либо МРТ, либо стресс-эхо с добутамином, либо радионуклеидные исследования, или даже ПЭТ. И чрезкожное коронарное вмешательство выполняли при наличии 4 и более жизнеспособных сегментов. Итак, рандомизация, основная группа – это стентирование, группа контроля, оптимальная медикаментозная терапия, эхокардиографический контроль и так далее. Первичные, конечные точки, естественно, прогноз. Различий нет. Вот это удивительно. Это, на мой взгляд, результат, который противоречит ожиданиям. Я обычно, когда вижу программу Конгресса, программу вот этих исследований, то я, естественно, пытаюсь загадывать и делать свои ставки в отношении результатов того или иного исследования, чаще угадывая. В данном случае, честно вам признаюсь, не угадал. Потому что как-то идея ревоскулиризации сердечной недостаточности, она, по-моему, лежала на поверхности. Но, как говорится, включаешь – не работает. Ни по общей конечной точке, ни по отдельным компонентам первичной конечной точки, и, в общем-то, по суррогатным конечным точкам тоже. Фракции выброса нет различий, не растет. НТ про БНП нет различий. Качество жизни. Ну, конечно, стентирование улучшает качество жизни, но ко второму году различия пропадают. Конечно, внеплановая ревоскулиризация реже у тех больных, которым ее провели планово. В плане инфаркта миокарда различий нет. Вот такое интересное, на мой взгляд, исследование. Поэтому, да, это пациенты высокого риска. И, возможно, если вести речь о ревоскулиризации, то это все-таки должно быть коронарное шунтирование, но не черезкожное коронарное вмешательство, которое не улучшает прогноз, не снижает смертность, не снижает количество госпитализации и даже не снижает фракцию выброса, чего все так ждут. Потому что очень часто, когда мы обсуждаем исследование по сердечной недостаточности, мы можем там сколько угодно распространяться на тему прогноза, но обязательно кто-нибудь спросит, а как он влияет на фракцию выброса? Так что вот и на фракцию выброса, к сожалению, не влияет никак. Следующее исследование, и вот об этом мне хочется поговорить поподробнее. Исследование ОЛХАРТ, не путать со старым добрым исследованием ОЛХАТ. Исследование ОЛХАРТ, в данном случае АЛЛ, это кусочек названия АЛЛАПУРИНОЛ. Так, АЛЛАПУРИНОЛ и сердечно-сосудистые исходы у пациентов с ашемической болезнью сердца. Ну, здесь надо вдаваться в некоторые подробности и вообще обсуждать, откуда возникла мысль назначить АЛЛАПУРИНОЛ пациентам с ашемической болезнью сердца. Ну, мы с вами все прекрасно знаем и видим, как в последние десятилетия для лечения ашемической болезнью сердца пытаются использовать всевозможные препараты, ну, скажем так, с каким-то побочным механизмом действия, с противовоспалительным действием, и, кстати, иногда успешно. Помните, серия, там, два потрясающих исследований колхицина при ишемической болезни сердца, исследований конокинумаба положительные при ишемической болезни сердца, исследований КАНТОС, тоже лет 5 назад. Пытаются использовать препараты с антиоксидантным эффектом, и в данном случае, в общем-то, речь, по-видимому, шла в большей степени именно о таком вот плеотропном эффекте АЛЛАПУРИНОЛа, то есть об антиоксидантном эффекте. Были, я очень хорошо помню, где-то года полтора назад в European Heart Journal была статья, такой обзор, который назывался «Атеросклероз равно подагра коронарных артерий», где авторы сравнивали на полном серьезе атеросклероз с подагрой, и делали вывод, что ночевая кислота играет важную роль в формировании атеросклероза. Но ведь и в самом деле в последние годы довольно много говорят о том, что повышение уровня мочевой кислоты – это важный фактор сердечно-сосудистых осложнений. Есть даже, кстати, консенсус по применению АЛЛАПУРИНОЛа у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском и гиперурекемией. Но, тем не менее, необходимость лечения бессимптомной гиперурекемии вызывает большой вопрос. Несмотря на то, что АЛЛАПУРИНОЛ существует на планете уже больше 60 лет, если мне память не изменяет, его создали где-то то ли в 59-м, то ли в 60-м году, так вот за все это время исследований сердечно-сосудистого прогноза, в общем-то, не было. Должен еще раз сказать, что речь идет не о больных с подагрой. То есть больные с подагрой в это исследование не включались. Мы не оспариваем никоим образом роль АЛЛАПУРИНОЛа в лечении подагры. Про подагру забываем. Здесь речь идет как раз о пациентах без подагры. Так вот, цель исследования – оценить влияние терапии АЛЛАПУРИНОЛом на исходы у пациентов с ашемической болезнью сердца числом 5215 без подагры. Важно, что уровень мочевой кислоты не был критерием включения. То есть нельзя сказать, что сюда включали только пациентов с гиперурекемией, но без подагры. Это тоже важно. Здесь включали любых пациентов с ашемической болезнью сердца. Причем АЛЛАПУРИНОЛ назначали в дозах очень достойных. Обратите внимание, если функция почек позволяла, то есть она исходно была больше 60 мл в минуту, скорость клубочковой фильтрации, то АЛЛАПУРИНОЛ назначали аж до 600 мг в сутки. Если СКФ была 30-60, то АЛЛАПУРИНОЛ назначали в дозе 300 мг в сутки. То есть доза очень высокая. И, соответственно, смотрели, что получится с точки зрения сердечно-сосудистого прогноза. Еще раз обращаю ваше внимание, что это были пациенты не только с гиперурекемией. То есть пациенты могли быть любые, и средний уровень мочевой кислоты был невысокий. Здесь авторы дали в милимоль на литр. Мы с вами обычно измеряем мочевую кислоту в микромоль на литр, поэтому прибавьте нолик. Соответственно, 350-340 в двух группах микромоль на литр. То есть это фактически верхняя граница нормы, потому что такая стандартная верхняя граница нормы мочевой кислоты – это 360 микромоль на литр. Все остальные исходные характеристики, они непримечательны. Еще раз говорю, что важно, что здесь были пациенты разные. Итак, результат исследования никаких различий по всем конечным точкам не было. Ни в эффективности, ни в безопасности, ни первичная конечная точка суммарная, ни по инфарктам, ни по инсультам, ни по смертности сердечно-сосудистой, ни по смертности общей. Впрочем, и переносимость тоже была приличная. То есть если пациента не обсыпало в первую неделю лечения аллопаринолом, то дальше лечение переносилось очень прилично. Но, естественно, возникает вопрос, ну хорошо, но нас-то интересует лечение пациентов с гиперурекемией, ведь мы же говорили, что это гиперурекемия – фактор риска сердечно-сосудистых осложнений. И в консенсус по лечению гиперурекемии ты как раз предлагал лечить пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском во имя улучшения сердечно-сосудистого прогноза. Но, по-видимому, нет. По-видимому, не работает и это. Вот это важное, на мой взгляд, вот это самое важное. При анализе в подгруппах и у пациентов с гиперурекемией, вот там обратите внимание, третья строчка, вот это больше или равно 379 микромоль на литр. То есть это пациенты с гиперурекемией. И у пациентов с гиперурекемией никакого различия не было. Конечно, вы можете сказать, что это не было целью исследования, что, возможно, мощность исследования была недостаточно велика для того, чтобы говорить именно об этих пациентах. Но, тем не менее, я думаю, что даже если этих пациентов было не так много, хотя, согласитесь, больных с гиперурекемией, в общем, бессимптомной в нашей практике довольно много, то все равно бы каким-то образом вот этот результат, он бы вздрогнул хотя бы там пусть недостоверно, но сместился бы влево в зону аллопуринол лучше. Но он не сместился. Поэтому я в данном случае, вот комментируя это исследование, я остаюсь на своих позициях, которые, кстати говоря, звучат во всех учебниках ревматологии. Пациентов с бессимптомной гиперурекемией лечить ингибиторами ксантиноксидазы не нужно. Во всяком случае, влияние этого вмешательства на прогноз не доказано. Там другой вопрос – это применение ингибиторов ксантиноксидазы с точки зрения почечного прогноза. Кстати, это тоже не очень доказано. Потому что по большому счету есть в рекомендациях такое консенсусное мнение о трех возможных показаниях к назначению аллопуринола, ну или фибуксостата у бессимптомных пациентов, у пациентов без подагры. Это синдром лизиса опухолей, ну это химиотерапия, когда дают массивную химиотерапию, соответственно, это цитолиз, это разрушение клеток, это высвобождение пуриновых оснований и очень высокой гиперурекемии, которая может быть причиной быстрого развития вторичной подагры. Это онкологи прекрасно знают. Это просто очень высокий уровень мочевой кислоты, там больше 650 у женщин, больше 700 у мужчин. То есть фактически, ну практически двукратное повышение мочевой кислоты. И это гиперэкскреторы. Мы этих больных не видим, потому что экскрецию мочевой кислоты определяем очень редко. То есть вот это известные консенсусные показания к лечению гиперурекемии. Но надо ли лечить всех подряд пациента, скажем, с мочевой кислотой 450? По-видимому, нет. Во всяком случае, доказательств такого подхода на сегодняшний день нет. Итак, выводы исследований ОЛХАРТ. ОЛХАРТ, добавление аллопуринола к стандартной терапии, не улучшает прогноз у больных с ЭБС без подагры. Длительная терапия аллопуринолом безопасна, но тем не менее аллопуринол не надо использовать для профилактики сердечно-сосудистых осложнений. Вот такая интересная тема. Мне кажется, это исследование, которое имеет практическое значение. Это исследование, которое будет обсуждаться, которое будет осмысляться. Это исследование, которое не очень понравится тем, кто тратует за продвижение аллопуринола. Я прекрасно вижу, как часто его назначают без каких-то особых показаний, но тем не менее доказательная база. И, повторюсь, это исследование независимое, оно не финансировалось индустрией. Пара таких забавных исследований на нынешнем конгрессе была целая сессия, посвященная применению искусственного интеллекта в оценке разных показателей. И несколько исследований, которые оценивали, можно ли доверить искусственному интеллекту, например, такой важный показатель, как оценка фракции выброса левого желудочка. Конечно, скажете вы, и, наверное, особенно скажут кардиологи, невозможно полностью интерпретацию эхокардиографии доверить роботу, доверить искусственному интеллекту. Но в то же время согласитесь, что иногда мы делаем исследования, особенно в динамике, не для того, чтобы посмотреть все, чтобы получить какое-то исчерпывающее представление о гемодинамике внутрисердечной, о клапанном аппарате, о строении миокарда. А нам нужно, например, просто посмотреть в динамике фракции выброса. Выросла или не выросла? Мы лечим больного от сердечной недостаточности. Что произошло? Фракции выброса. Насколько выросли? В этом исследовании сравнивали два подхода. Первый подход – это оценка специалистам ультразвуковой диагностики. Вторая оценка – это оценка искусственного интеллекта. Да, тут надо сказать, что в некоторых странах, в частности в США, там существует подход такой. То есть, непосредственно УЗИ сердца, непосредственно эхокардиографии делает техник. Ее делает не врач. То есть, за прибором сидит техник, который выводит позиции, он их записывает, он может там измерить по протоколу какие-то размеры, а дальше эта запись отправляется уже к врачу, который дает заключение. То есть, это вот такая вот двухэтапная техника. Поэтому здесь фактически сравнивали вот этого техника, который там что-то меряет, и искусственный интеллект. Довольно давно занимается этим группа. Они в 2020 году в журнале Nature публиковались. Это скорее так картинка, как это все делается для того, чтобы был какой-то красивый видеоряд. А это результат оказалось, что искусственный интеллект справляется с определением фракции выброса левого желудочка. Ничуть не хуже, а даже и несколько лучше, чем ультразвуковой техник, вот этот самый сонографист. Ну и второе исследование. Там их было больше. Я просто привел два таких показателя, которые нам очень понятны и наглядны. Это использование искусственного интеллекта в диагностике тяжелого ортального стеноза. Ведь это тоже огромный пул наблюдений. Там больше миллиона исследований. Результаты прекрасные. Опять же, при оценке вручную по рекомендациям и при оценке искусственным интеллектом тяжелый ортальный стеноз, который нужно оперировать, выявлялся очень хорошо. Вот, конечно, еще раз повторю, это не значит, что искусственный интеллект в ближайшее время полностью заменит специалиста функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики. Конечно, нет. Но то, что отдельные, скажем так, системы подобного рода, они будут входить, возможно, в программу поддержки клинических решений. И это уже даже не завтрашний день, это уже сегодняшний день, и такие технологии будут появляться все чаще и чаще. Конечно, мы не сможем, еще, наверное, очень долго не сможем, и это не нужно перекладывать на машину ответственность за принятие такого решения, оперировать клапан или не оперировать. Вот, но такие вот подсказки такого рода, они могут быть достаточно полезны. Вообще, вот вчера, и, по-моему, сегодня даже заканчивается, сейчас идет, может быть, кто-то даже из коллег и знает, и кто-то был, трехдневный российский диагностический саммит. Это большое мероприятие, где стекаются врачи функциональной диагностики, ультразвуковой, лучевой диагностики. Масштабные мероприятия в Крокусе проходят. И вот мы вчера, как раз у меня там был доклад, мы вчера обсуждали этот вопрос, и кто-то из коллег говорит, ну, а как, если больного ошибочно соперируют, там, ошибочно поставят диагноз, а сажать-то кого будут? Искусственный интеллект же не посадишь? Ну, конечно, нет. Поэтому мы вряд ли будем полностью передоверять искусственному интеллекту решение вопроса о хирургическом лечении. Но еще раз повторю, как система поддержки клинического решения это вполне можно использовать. Следующее исследование, наверное, с него надо было начать, потому что это, конечно, главное исследование и, наверное, главный хотлайн Европейского конгресса кардиологов 1922 года. Но, как вы понимаете, это не первое исследование подобного рода, и наверняка все уже догадались, какие будут результаты. Итак, исследование ДАПа-глифлозина при сердечной недостаточности с умеренно сниженной и сохраненной фракцией выброса. Здесь можно до бесконечности вспоминать историю с глифлозинами, вспоминать их триумфальное шествие, вспоминать, как они начинали свой маршрут у пациентов с сахарным диабетом, улучшали один за одним сердечно-сосудистый прогноз. Потом возникла потрясающая идея использовать глифлозины при сердечной недостаточности. Исследование ДАПа-ХФ, ДАПа-глифлозин при систолической сердечной недостаточности. Потом ему на пятки наступает ЭМПа-глифлозин, исследование ЭМПАРА-редюст, у больных с, опять же, систолической сердечной недостаточностью. В прошлом году было событие невероятного значения. ЭМПа-глифлозин впервые пробился в лечении пациентов с ХСН с сохраненной фракцией выброса. И вот сейчас уже его догнал ДАПа-глифлозин. Значит, соответственно, это попытка выяснить судьбу ДАПа в лечении пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной, умеренно сниженной фракцией выброса. Итак, исследование ДЕЛИВЕР. Пациенты в критерии включения характеристику больных вы видите. Сердечная недостаточность 2-4 класса. Фракции выброса больше 40. И, кстати, обратите внимание, туда включали пациентов, у которых фракция раньше была меньше, но потом на фоне лечения выросла. Вот в европейских рекомендациях это особенно не оговаривается, а в американских рекомендациях прошлого года там отдельно выделяют эти пациенты с улучшившейся фракцией выброса. И вот таких пациентов сюда тоже включали. То есть, если их когда-то там лечили, у них была, например, фракция 35, потом им дали ингибитор, сокубитрил, волсартан, бета-блокатор, антагонист, минералокортикоидных рецепторов, у них фракция выброса стала, например, 42. Вот их могли тоже включить. Пациенты либо стационарные, либо амбулаторные, рандомизация очень простая. Дапоглифлозин 10 мг, у него стандартная доза, там никаких других вариантов нет. Десятка и всё. Нет ни половинной, ни удвоенной дозы. Или плацебо. Краткая характеристика пациентов. Я просто выбрал здесь основной портрет пациентов. Немолодые пациенты, 71-72 года. Средняя исходная фракция выброса 54. 18% этих пациентов с улучшившейся фракцией выброса. В основном это были больные с вторым функциональным классом. И, как вы видите, пациенты на очень приличной терапии, то есть большинство получало блокаторы раз, большинство получало бета-блокаторы. Меньше половины получало антагонисты минералокортикоидных рецепторов. Но, впрочем, вы прекрасно знаете, что сердечно-недостаточно сохранённые фракции выброса – это не те пациенты, у которых эффект всей этой классической терапии, он доказан. Поэтому здесь мы сделать ничего не можем. Итак, вот они, результаты. Результаты положительные. И это ожидаемо, потому что, конечно, прошлогодний триумф эмпоглифлозина, он не оставлял никаких сомнений, что ДАПА сделает то же самое. 18 на 18% снижение относительного риска. Очень приличная ННТ. Это первичная конечная точка, которая включает в себя сердечно-сосудистую смерть и декомпенсацию сердечной недостаточности. Когда мы рассматриваем эту конечную точку порознь, делим её на декомпенсацию и сердечно-сосудистую смерть, то, опять же, ожидаемо расходятся кривые только для декомпенсации ХСН. То есть, ровно то же самое, что было у эмпоглифлозина. И вот интересный такой анализ в подгруппах, анализ в зависимости от заболевания COVID-19. Видите, веяние времени, посмотрели, не поменялось ли что-то в зависимости от того, болел ли или не болел ковидом пациент во время клинического исследования. И, как вы видите, результаты совершенно сопоставимы. То есть, ковид никак не повлиял на судьбу этих пациентов. Опять же, ожидаемо великолепная безопасность. То есть, никаких различий по серьёзным побочным эффектам, включая ампутации. История с ампутациями, она зазвучала впервые для каноглифлозина. Наверное, многие помнят, ни кетоацидоз, ни гипогликемия. Никаких проблем с безопасностью не было. Таким образом, мы можем говорить о, фактически, если не класс-эффекте, то о том, что два этих основных представителя класса глифлозинов, они, конечно, теперь охватывают всю сердечную недостаточность. Это ещё две картинки. Это объединённый анализ ДАПа, ИЧФ и Деливер. То есть, по всей сердечной недостаточности. И здесь, как вы видите, это тоже, что приятно, выстреливает сердечно-сосудистая смерть. Но, главным образом, за счёт тяжёлых больных. То есть, конечно, чем тяжелее пациент, чем тяжелее сердечная недостаточность, тем лучше работает, в данном случае, ДАПа-глифлозин в плане именно такого прогноза фатальных осложнений. А это метаанализ уже двух глифлозинов ДАПа и ЭФ, ЭМПа, то есть Деливер и Эмпайрор Презервed, в плане основных, конечных точек. Они там были одинаковые. И, как вы видите, оба препарата идут, скажем так, ноздря в ноздрю. Поэтому, конечно, здесь мы говорим не о класс-эффекте, ведь глифлозинов их гораздо больше. Даже в России, по-моему, их зарегистрировано, если я не ошибаюсь, пять. Мы всё-таки говорим о доказательной базе для ЭМПа и ДАПа. Потому что канаглифлозин пока он остаётся в сахарном диабете и, скорее всего, по-видимому, там и останется. Я не знаю, по-моему, в кардиологию этот препарат не идёт. А провал в своё время ЭРТ углифлозина даже у больных с сахарным диабетом говорит всё-таки о том, что так совсем-то уж про класс-эффект говорить не надо. Но, тем не менее, мне, во всяком случае, как кардиологу, мне для моих пациентов что с диабетом, что с сердечной недостаточностью, что, кстати, с хронической болезнью почек, мне вполне хватает ДАПа и ЭМПа глифлозина. Так что, уважаемые кардиологи, у нас с вами теперь два препарата из этого класса, которые можно и нужно использовать у больных с любым вариантом сердечной недостаточности. Двигаемся дальше. Мы плавно двигаемся к завершению. И у нас осталось две темы, довольно короткие, связанные с антикоагулянтной терапией. Исследование довольно сложное. Исследование такое, скажем, с высоким риском, я бы сказал, для препарата, для исследователей. Итак, ревороксабан попытался внедриться туда, куда до недавнего времени внедряться было запрещено. Итак, ревороксабан при фибрилляции предсердия у пациентов с ревматической болезнью сердца. Ведь все прекрасно помнят, что всегда мы говорили, там уже 10 лет практически, что прямые, сначала мы называли их новые пероральные антикоагулянты, потом мы стали называть прямые пероральные антикоагулянты. Мы их можем назначать в любых случаях, кроме клапанных, механических клапанных протезов и метрального стеноза. Вот это было два основных ограничения, где можно было использовать только варфарин. Ну, с механикой мы помним, там когда-то добегатран попытался поискать счастье в этой области, и исследование закрыли досрочно, потому что пациенты на добегатране, они гораздо чаще, с механическими клапанами, они гораздо чаще давали инсульты. И вот здесь ревороксабан попытался войти еще в одну запрещенную, запретную зону, это пациенты с метральным стенозом. Ну, строго говоря, там критерии включения были чуть шире, это пациенты с ревматической болезнью сердца, там либо метральный стеноз с площадью отверстия меньше 2 квадратных сантиметров, либо там спонтанное их контрастирование, троп в левом предсердии, но 85% больных были пациенты с метральным стенозом. Ну, я сразу слышу критические замечания, где же их набрали в таком количестве, нормальный кардиолог, он видит там за год 1-2 пациентов с метральным стенозом, если повезет, для нас это великая редкость. Действительно, настоящая ревматическая болезнь сердца на наших просторах встречается довольно редко, поэтому можно вообще сказать, что это все не актуально, но тем не менее ревматическая болезнь сердца, она встречается в мире, и в основном это Индия, это Пакистан, это страны восточного побережья Африки, некоторые страны Латинской Америки. Вот там вот оттуда их брали, там, да, и Китай, кстати. Вот там оттуда пациентов и набирали. Вот, ну, тем не менее, интересен сам подход. Сравнение ревароксабан против варфарина. Ревароксабан в стандартной дозе, там 20 или 15 при снижении клеренса креатинина, или варфарин с хорошо подобранным МНО от 2 до 3. Ревароксабан проиграл варфарину. Видите, 2 года пациенты держались, но потом провал, и на ревароксабане тромбозов было больше. Ну, прежде всего, кардиоэмболических инсультов. То есть, в данном случае варфарин выиграл. И, собственно, пока вывод здесь очень простой, что метральные стенозы по-прежнему остаются безальтернативным показанием к назначению варфарина. Ну, если говорить о таблетированных антикогулянтах. Тут можно только вспомнить фразу из фильма «Полёт на гнездном кукушке». Ну, я хотя бы попытался. И в завершение мы немножко заглянем за горизонт, и я представлю новую группу препаратов. Сразу скажу, что я не знаю, появится она или нет. Наверное, появится, но, скорее всего, появится не скоро. Как правило, от исследований второй фазы до окончания исследований третьей фазы проходят где-то от 5 до 7 лет. Но, тем не менее, мне кажется, это интересно узнать. Эпоха антикогулянтов продолжается, продолжается изучение новых антикогулянтов. И вот сейчас завершаются исследования второй фазы двух препаратов, которые относятся к классу ингибиторов 11-го А-фактора. А до этого мы занимались с ингибиторами 10-го А-фактора. Это ингибиторы 11-го А-фактора. Это два препарата с очень мелодичными названиями асундексиан и милвексиан. Запоминать это не обязательно. Это знаменитый ненавистный нам со второго курса с нормальной физиологией каскад-коагуляции. Вы можете увидеть, что 11-й фактор стоит выше по этой иерархии, чем 10-й фактор. И вот, соответственно, мелвексиан и асундексиан, они блокируют 11-й А-фактор. Сначала я хотел показать, сделать отдельно слайды по каждому исследованию, потому что на Конгрессе было представлено три исследования по этим препаратам. Но потом я понял, что в конце, если рассказывать это всё в конце, то я всех запутаю окончательно, и все просто заснут. Поэтому я не буду это делать, и я всё, что мы знаем на сегодняшний день про ингибитор 11-го А-фактора, я просто свёл на одну таблицу. Ещё раз повторю, что это данные исследований второй фазы. Вторая фаза – это безопасность, эффективность и подбор дозы. Причём я специально голосом выделил безопасность и подбор дозы. То есть здесь важно понять, с какими дозами дальше работать, какие дозы включать в третью фазу, и нет ли каких-то явных проблем с безопасностью, которые вообще требуют закрытия всего проекта. То есть данные об эффективности в исследованиях второй фазы, к ним нужно относиться осторожно, так, поскольку в основном это вопросы безопасности. Если раньше антикоагулянты, как правило, оценивали по трем показаниям, сначала это ортопедия, потом это фибрилляция предсердия, и, наконец, это ТГВ ТЭЛО, то сейчас исследователи берут сразу ещё одно показание – это атеросклероз, это либо инфаркт миокарда, либо некардиоэмболический инсульт в дополнение к антитромботической терапии. То есть это, так сказать, после исследований с реврексабаном, после исследований АТЛАС и КОМПОС в некоторой степени, попытка добавления антикоагулянтов к антиагрегантам. Ну и вот здесь мы видим то, что мы уже знаем на сегодняшний день, и пока создаётся впечатление, что эти препараты, они могут оказаться более безопасными. То есть пока вот то, что вы здесь видите, там, наверное, параллельно с тем, что я рассказываю, вы пытаетесь прочитать, что там написано в этих клеточках, то есть пока общее впечатление, что кровотечений меньше, чем на классических антикоагулянтах, там где-то было исследование сравнение с апексабаном, где-то сравнение с низкомолекулярными гепаринами. Но по эффективности пока не очень понятно, потому что там есть формально негативные исследования, но ещё раз подчеркну, что к данным о эффективности из исследований второй фазы нужно относиться очень сдержанно. Исследования, скорее всего, будут продолжаться, и после завершения исследований второй фазы начнётся третья фаза, а это несколько лет, от трёх до пяти лет. Ну, поживём, увидим. Я думаю, что через 5-7 лет мы что-то вновь услышим про асулдоксиан, про милвексиан, и, может быть, ингибиторы 11-го фактора войдут в нашу клиническую практику, и жизнь наша будет прекрасно и удивительна. Дорогие коллеги, я благодарю вас за внимание. Я за час небольшим попытался сделать такой дайджест, обзор этих вот ключевых клинических исследований Европейского конгресса кардиологов 2022. На этом слайде вы видите мой электронный адрес. И ещё раз повторю, если какие-то материалы вам нужны, какие-то будут вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, пожалуйста, пишите. И мы начинаем. Сейчас много говорят, что всем пациентам с высоким сердечно-сосудистым риском нужно выполнять КТ на коронарный кальций перед назначением аспирина. Что было об этом на конгрессе? Ну, вот, честно говоря, вот, наверное, что было... А, кстати, я думаю, что, да, этот вопрос, наверное, был задан сразу, и, по-моему, я на него ответил вот как раз про рассказом про вот этот вот датский регистр, где как раз-таки коронарный кальций использовали в качестве скрининга. Ну, результаты, если вы сначала слышали, то вы помните, что у пациентов, у мужчин 65-69 лет эта стратегия, она оказалась оправдана. Знаете, вопрос в стоимости, конечно. Вопрос, конечно, в стоимости. Кому могут быть полезны полипилюли, препарат от давления, статин, аспирин? А, здесь речь идет о вторичной профилактике. То есть, вот эти вот полипилюли, они могут быть полезны, и, собственно, в этом исследовании таких пациентов и включали. Это пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, то есть, те, кому по умолчанию нужны антиагреганты, нужен аспирин, нужна высокая доза статинов и нужна блокада реминин-ангиотензиновой системы. Вот, естественно, там было много вариантов дозировок, то есть, конечно, там и дозу статинов надо подбирать, хотя по мне 40 мг – это минимум, что оторвало, что нужно давать больному после инфаркта. Ну и, естественно, доза ремеприла подбирается в зависимости от уровня давления. Так, привет от студентов первого меда. Спасибо, привет студентам первого меда. Нужно ли бороться с лишним весом у пожилых пациентов? Спрашивает Светлана. Как вам сказать? Сложно, это сложный вопрос. Как говорится, нужно, но без упыризма. То есть, пытаться сделать из 80-летней женщины сделать 18-летнюю дюймовочку, наверное, это не очень получится. Знаете, вес, конечно, лишний вес – это фактор риска сердечно-сосудистой, это фактор риска диабета, но в стремлении помочь ближнему своему, главное, не перестараться. И, к сожалению, у нас с вами, давайте, положа руку на сердце, скажем, что у нас с вами не так много способов, именно вот нашими методами, помочь пациенту с лишним весом. Когда-нибудь, через несколько лет, может быть, сейчас уже сложно что-либо прогнозировать, может появиться на рынке препарат. Это так называемый твинкретин, препарат с двойным механизмом действия, который называется тирзепатит. Кому интересно, посмотрите в гугле, посмотрите в поисковых системах. На сегодняшний день из того, что исследуется, он пока еще не зарегистрирован, по-моему, нигде, это препарат с потрясающим совершенно сахароснижающим действием, там на 2% снижает гликогемоглобин, и самый мощный из препаратов, которые помогают снизить вес. Вот, наверное, тогда и будем бороться с лишним весом пожилых людей. Как эволюционирует Европейский конгресс кардиологов со временем? Отличалась ли сессия этого года от предыдущей? Европейский конгресс кардиологов – это отражение того, что происходит в науке. Мне немножко сложно сравнивать с предыдущим, потому что в отличие от многих предыдущих, наверное, от 10 предыдущих лет, в этом году я следил за конгрессом дистанционно, онлайн. К сожалению, сейчас поехать точно на конгресс все сложнее и сложнее. Знаете, я думаю, что здесь, наверное, вопрос, как эволюционирует наука. А наука всегда эволюционирует вот таким образом. Появляется какой-то прорыв, потом осознание, что же мы натворили, потом следующий прорыв. Вот у меня такое впечатление, что сейчас мы находимся на этапе вот этого вот осознания, что же мы натворили. То есть сейчас меньше стало таких прорывных исследований и происходит такая тонкая настройка. А теперь мы учимся с этим всем работать. Были ли анонсированы планы на следующий конгресс? Какие исследования в ходу? Чего ждать в 2023 году? Ну, хотлайны, вот эти ключевые исследования, их так быстро не объявляют. Они, как правило, анонсируются ближе к дате следующего конгресса. Есть, я не помню, честно говоря, есть планы по написанию клинических рекомендаций. Вот в этом году, то есть в этот раз я сегодня не рассказывал про клинические рекомендации. Кстати, кому интересно, присоединяйтесь к нашей конференции, онлайн-конференции на площадке Первого МедТВ 27 сентября. Будет интересно, будет много разных докладов. И вначале я буквально коротко остановлюсь именно на новых клинических рекомендациях. Вот, ну, в этом году они такие специфические, там, предоперационная подготовка, кардио-онкология, легочная гипертензия и желудочковое нарушение ритма. Что будет в следующем году, не помню, хотя смотрел, но это можно посмотреть на сайте ESC, есть cardio.org, в разделе guidelines, и там есть планируемое, там есть график выхода рекомендаций. В следующем году будет что-то глобальное, по-моему, то ли острый коронарный синдром, что-то в этом духе. Здравствуйте, снижать уровень мочевой кислоты у пациентов с ЭБС без подагрой для практики ССО неэффективно. Неэффективно. Стоит ли его измерять и контролировать? Стоит, конечно. То есть оценивать мочевую кислоту нужно обязательно. Для чего это нужно делать? Ну, во-первых, мы же используем диуретики. Да, диуретики – препараты, которые могут повышать уровень мочевой кислоты. Соответственно, зная уровень мочевой кислоты, мы можем понимать, насколько вольно мы вправе использовать диуретики. Поэтому нужно, да, мочевую кислоту смотреть нужно, нужно смотреть в динамике, но это не значит, что всем пациентам механистически с гиперурекемией нужно назначать ингибиторы ксантиноксидаза. Вот это важно. То есть иногда, знаете, вот впечатление, что некоторые коллеги, они рассматривают пациента как такую штуку, такой ящик с кучей стрелочек и ручек. И вот мы смотрим, ага, сахар высокий, на тебе метформин. Холестерин высокий, на тебе статин. Калий высокий, на тебе форсимид. Ой, низкий, на тебе вершпер. Мочевая кислота и так далее. Вот ферменты, и вот мы регулируем там. Железо там низкое, на тебе железо. То есть мы как-то регулируем, дергаем за отдельные ручки. Но это же не всегда так. Человек, штука гораздо более сложная устроена. Добрый вечер. Если у пациента 55 лет, мочевая кислота больше 500 микромоль на литр, с фракцией 33, с постоянной формой трепетания на фоне торсимина, вершперона, а также СОИ-60, стоит ли отменять диуретики, и можно ли брать на внутрисердечные ферча КВА-3А, КТП КВА-3-коспидального перешейка. Вы знаете, очень сложно по трем строчкам вот прям дать рекомендации по введению. Я не уверен, что у вас, если фракция 33, вопрос, есть ли отеки. Наверное, они есть. Ведь мы же, согласитесь, мы петлевыми диуретиками же лечим не сердечную недостаточность, мы лечим отечный синдром. Наверное, я так думаю, что у больного с фракцией 33 отеки должны быть. Поэтому регулятор, здесь важно, что регулятор дозы петлевых диуретиков, вообще показаний, это не фракция выброса, а это именно выраженность отечного синдрома. Конечно, если у пациента выраженные отеки, то ну куда же вы денетесь без петлевых диуретиков. А если у пациента отечного синдрома нет, вот он сухой, вот у него фракция 33, а отеков у него нет, то может быть ему и не нужны петлевые. Ну, спиронлактон, другая история, спиронлактон все-таки у пациентов, как антиалидостероновый препарат, там, последний Рейлс 99-го года, ну, прогноз улучшает. Какова роль статина в первичной профилактике, когда назначаем? О, ничего себе вопрос вопрос вопросов, Алексей интересуется. Ну, роль статина в первичной профилактике, то она достаточно хорошо известна. Тут, как говорится, можно ли долго рассказывать? Я опять же приглашаю вас вот на наше мероприятие 27-го числа, там мы обязательно об этом поговорим, там и я об этом поговорю, и Игорь Владимирович Сергеенко, наш замечательный лепидолог будет, мы с ним обязательно это обсудим. Если в двух словах, то шкала СКОР вам в помощь, ну, а точнее, шкала СКОР-2. То есть, мы назначаем, самое главное, что мы назначаем статины не просто по факту повышенного холестерина, мы даем статины по факту высокого суммарного риска. А для оценки риска в первичной профилактике используются наши знаменитые шкалы СКОР и СКОР-2, прежде всего. Поэтому назначаем мы, если у пациента в первичной профилактике высокий, очень высокий сердечно-сосудистый риск. Ну, это так в двух словах. Так, двигаемся, двигаемся дальше или не двигаемся. Судя по всему, наверное, уже вопросы. Да, 19.36 последний вопрос был задан. Значит, вопросы у нас завершились. Ну, что ж, дорогие коллеги, я вам очень признателен за ваши вопросы, за ваше участие, за вашу реакцию. Потому что, честно говоря, вот как электроопытный, я всегда понимаю, удалось ли мероприятие или нет, по количеству ваших реакций, ваших заданных вопросов. Вот, по-моему, у нас все получилось. Я вам желаю удачи, здоровья. Оставайтесь с нами. До встречи и на площадке Первого МедТВ, и на других площадках. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok